Адвокаты просят не относиться к Сергею Курушеву как к опасному преступнику. Заключение под стражу – крайне жёсткая мера по отношению к депутату ЗАГС Собрания. Он единственный кормилец в семье, дома жена, которая нигде не работает, и двое детей. Они скучают по папе. Одна дочка даже заболела из-за его отсутствия. Почти месяц в СИЗО не пошёл на пользу и самому Курушеву. Еда плохая, включают музыку, которая давит на психику, адвоката пускают с трудом. А следователь пришёл всего один раз. Так, а какие ещё следствия и действия свои проводились? Один раз приехал Дарья Николаевна с Большиховым Александром Сергеевичем. Постылили мне ногти и умерли. Больше никаких следствий и действий не проводили. Октябрьский райсуд, по решению которого Курушев, собственно, и был взят под стражу, защитники называют формальным. У них сложилось впечатление, что кому-то очень нужно Курушева закрыть. Могли бы избрать и другую меру пресечения. Например, домашний арест. Все знают, что она сейчас широко применяется и используется. Используются браслеты, которые помогают отслеживать местонахождение обвиняемого. Соответственно, ограничения наложены все те же. Только человек находится не в следственном изоляторе, а под домашним арестом. Сам Курушев заявляет, что если бы был на свободе, сотрудничал бы со следствием. Более того, говорит, что и до того, как его закрыли, был готов к диалогу. Две недели добивался аудиенции, но следствие его не принимало под предлогом занятости на важных мероприятиях. К слову, следствие и само ранее признавало, что выбранная мера пресечения действительно крайняя, но следком вынужден был на нее пойти, так как, оставаясь на свободе, Курушев, цитата, «оказывал определенное давление». С этим согласно и гособвинение. Оно дает понять, что Курушева боятся свидетели по делу. Данные свидетели действительно подтверждают знакомство со своим обвиняемым. И также высказали предположение о возможности оказания на них давления с целью изменения ими показаний со стороны Курушева, либо иных лиц. В ответ на это Курушев сегодня сказал, что ни на кого не давил. Наоборот, это на него оказывается давление. По делу проходит господин Харлупин, соблюдение прокуратуры городской. Ко мне подъезжали люди и говорили, что нужно дать показания на Харлупин. Я говорю, а почему на Харлупин? Ну, прокурорские, они своих не сажают. Вот такие были слова. Последнее слово за судьей областного суда. На него и адвокаты, и сам Курушев возлагали большие надежды. Но чудо не произошло. Постановление Октябрьского районного суда города Владимира о 26 июля 2014 года об избрании меропрещения в виде заключения под стражу в отношении Курушева Сергея Владимировича оставить без изменения. Под стражей Курушев будет находиться как минимум до 24 сентября. Между тем, до сих пор не доказано, что именно Курушев сидел за рулем рейндж-ровера, который в ночь на 19 мая вылетел на встречку и столкнулся с окой. В результате чего погиб 62-летний водитель Окушки.